Здравствуйте, дорогие друзья, лица, ну и, естественно, другие части тела старше 16 лет. Я Михаил Делягин, экономист, и сегодня мы обсудим замечательную пресс-конференцию товарища Медведева, но сначала я должен покаяться. Дело в том, что в прошлую пятницу я провел опрос, результаты которого ввергли меня в ужас и тихую панику. Вопрос был о Фейсбуке, если кто забыл или не участвовал, и вопрос заключался в том, а стоит ли, что делать с Фейсбуком, если он будет проводить антироссийскую политику, если у администрация, поскольку, так сказать, примеров много, и 70% опрошенных сказали закрыть Фейсбук на территории России. Если честно, я был в шоке, потому что я понимаю, что все эти 70% знают, что такое Фейсбук, и, скорее всего, им пользуются. Поэтому я каюсь, коллеги, я вам не поверил. Я решил, что было плохое настроение, я сказал что-то не то, был какой-то перепад давления, может быть, я что-то разжег не тем концом, не тем способом. И я, извините, ради бога, за мое к вам недоверие, я продублировал этот опрос в Твиттере. Значит, за один день больше полутора тысячи человек ответило на вопрос, что, в общем-то, по крайней мере, для моей ленты Твиттера много. Люди разные, судя по комментариям, совсем разные, так же, как и вы разные. 74% сказали заблокировать Фейсбук. Я подчеркиваю, это не конкурентная борьба, потому что Твиттер и Фейсбук принципиально разные форматы, они не конкурируют. Еще 14% задали вопрос, что такое Фейсбук. Понятно, что люди в Твиттере все это знают. То есть, это было такое глумление над Фейсбуком. То есть, на самом деле, противников 88%. Только 6% выбрало ответ, что администрация Фейсбука не проводит антироссийскую политику. Только 6%. Понимаете, это ничтожно мало. И только 6% выбрало позицию продолжать терпеть и пользоваться, терпеть и обтекать, раз эта позиция антироссийская. То есть, понимаете, действительно, у нас в обществе огромный запрос на то, чтобы начать защищаться от этих безумных наездов, которые уже приобрели откровенно циничный и абсолютно бессмысленный характер со стороны Запада. Но в комментариях, один из первых комментариев мне очень порадовался. Там было написано. Да отвяжитесь вы, в конце концов, от вашего Фейсбука. Забанил бы кто-нибудь правительство Медведева. Я цитирую близко к тексту. Ну, забанить правительство Медведева мы, конечно, не можем. Кто ж Медведева забанит, он же памятник, по известной фразе. Но в связи с этим я провожу другой опрос. Дело в том, что у нас последние две недели очень много разговоров про статус иностранного агента. Сначала Russia Today американцы объявили иностранным агентом по закону аж 1938 года. Причем государственный департамент, то есть Министерство иностранных дел по-нашему, они даже умудрились успеть сказать, что, ребят, по-честному не волнуйтесь, никаких изменений статуса из-за этого не будет. Но они свои законы тоже не знают. После чего выяснилось, что по их законам это лишение аккредитации в Конгрессе и так далее. После чего наши сказали, что, ах так, тогда мы тоже объявляем ваши государственные СМИ вашими иностранными агентами. Ну, правда, вот о том, чтобы лишить их аккредитации в Госдуме и в Совете Федерации, пока на государственном уровне никто вроде бы не говорил. Ну, улита ездят когда-нибудь, может, и будет. Но в связи с этим у меня к вам вопрос. А можно ли считать правительство Медведева, заслуживает ли правительство Медведева по итогам его социально-экономической и прочей политики статуса иностранного агента? Те, кто считает, что да, заслуживает, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-35. Те, кто считает, что правительство Медведева по его заслугам, по его политике не заслуживает статуса иностранного агента, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-36. А, подчеркиваю, речь идет не о юридических аспектах данного вопроса, то есть разговоры в стиле правительства Медведева нельзя назвать иностранным агентом, потому что это не средства массовой информации, не принимаются. Вопрос содержательный. Вот в силу его политики, в силу, так сказать, того, что деньги нашего бюджета лежат за границей и работают на наших конкурентов из США и Евросоюза, а не на нас. И многих-многих других вещей, о которых мы сейчас поговорим применительно к товарищу Медведеву. Детский вопрос. Значит, кто считает, что по итогам социально-экономической и прочей политики Медведева его правительство можно считать иностранным агентом? Значит, можно считать 8-495-134-21-35. Кто считает, что нельзя? 8-495-134-21-36. Я не успел объявить номер телефона, вы уже начали звонить. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такое, значит, как бы высказывание. Смотрите, я, например, директор фирмы. У меня есть бригадир, да? Так. Вот. Он, предположим, иностранный агент, да? Ну, косячит, да. Да, косячит. Вот. А директор фирмы что? Он не иностранный агент получает? Понятно. То есть, отвечает-то за все кто? Понял. Отвечает за все формально должен директор фирмы юридически. И садиться тоже он будет. Вот в этом спасибо большое за вопрос. В этом отличие государства от отдельно взятой фирмы. В данном случае я считаю, что президент Российской Федерации, товарищ Путин, поручает жизненно важные вопросы людям, которым не в каждом вузе доверят кафедру заштатную. Это, на мой взгляд, является чудовищной проблемой. Безусловно, президент должен отвечать за все. Безусловно, президент должен отвечать за деятельность правительства. Проблема в чем? У товарища Путина есть другие направления деятельности, которые балансируют его последствия в социально-экономической сфере. Есть внешняя политика, но на четверочку с минусом по-прежнему. С Крыма прошло три с половиной года, новых достижений не видно, но, по крайней мере, и большую войну на Украине нашим коллегам разжечь не удалось, вопреки всем стараниям. Поэтому, в целом, позитивно можно оценивать. Внутренняя политика, ну, так себе, но тоже не катастрофа, тоже не Борис Николаевич Ельцин. То есть, есть вещи, которые можно ему поставить в плюс. Что можно поставить в плюс товарищу Медведеву, мы сейчас рассмотрим. Второе. Второе. Проблема заключается в низком качестве управления, когда один человек не может подменить с собой все. Не может подменить с собой всех. Это доказал экспериментально еще Сталин, величайший менеджер 20 века, а может быть и не только 20 века. Доказал это экспериментально. Проблема в том, что Путин занимается вопросами выживания общества. И он не считает, что социально-экономическая сфера – это вопрос выживания. Поэтому можно в этом вопросе поступить по учебнику и делегировать ответственность. Если посмотреть, чем он занимается, это вопросы выживания. Если не решать вопросы, связанные, скажем, с тем же самым «Северным потоком-2», то вопрос социально-экономической политики Российской Федерации утратит смысл. И многие другие вопросы тоже утратят смысл. Еще один, давайте, звоночек примем и перейдем к другим вопросам. Вы в эфире. – Алло, добрый день, Михаил Владимирович из Москвы. Вы знаете, ну с «Медведевым» все понятно. Это уже кадр такой, разговорный из ТЮСО. А вот корреспонденты-зайчики мне понравились, что ни один не задал из них острых вопросов. Как, например, о серой экономике, о массовом истреблении наших ресурсов, хищническом, компрадорском. И вообще ни одного острого вопроса. Все как-то так обтекаемо и в стиле Горбачева. Спасибо. – Спасибо большое. Ну, во-первых, товарищи журналисты, даже самые острые, четко понимают, что что-нибудь не то сделают, их второй раз не пустят. Во-вторых, я сильно подозреваю, что корреспонденты из Москвы, может, по-честному и не знают про хищническое разграбление ресурсов. И на самом деле некоторые вопросы были достаточно острыми. Сейчас мы к этому перейдем. Но сначала я хочу сообщить хорошую новость. Вы знаете, вот редко бывают хорошие новости, поэтому я стараюсь о них говорить, когда знаю. Международные резервы Российской Федерации взяли новую высоту 27 ноября. Данные появились чуть ли не сегодня. Они превысили 430 миллиардов долларов. Если быть точными, 430,2 миллиарда долларов. Ура! Это действительно реально много. Это означает, что 230 миллиардов долларов можно в любой момент направить на развитие страны или на решение любых других задач, может быть, даже не связанных с этим развитием. Захотите искоренить нищету. Нет, на беды с ней хватит. А вот на нищету, чтобы людям хватало до прожиточного минимума. Пожалуйста, деньги на это есть. Захотите вылечить больных детей. Пожалуйста, деньги на это есть. Захотите профилактировать детей, чтобы они не болели. Неаффективная демонстративная диспансеризация, когда на ребенка смотрят и говорят, у меня на тебя 10 минут, а с которых... 15 минут, а с которых 12 я должен заполнять бумажки. Если жалобы есть, пошел он отсюда. Как это у нас происходит даже в Москве. Но тем не менее, если возникнет желание, деньги есть на все. Я не говорю, что нужно обязательно делать то, что хочу я. Я человек, у меня могут быть субъективные взгляды. Моя склонность к модернизации инфраструктуры некоторым людям кажется такой... Некоторой маньячной склонностью. Что, ребята, зачем модернизировать инфраструктуру? Мы лучше сделаем новый экран или новый чехол к iPhone. Но это вопрос и вкуса. Ребят, в конце концов, направьте деньги на решение проблем повышения офицеров ФСБ. Если вы не хотите развивать страну, если вы хотите просто защищать неизвестно что. Но мы видим другое. Мы видим реальные приоритеты Банка России и в меньшей степени правительства Медведева. На эти деньги, скорее всего, купят государственные цены бумаги США. Если нам сильно повезет, то купят золото. Ну, а теперь переходим к вопросам, товарищи Медведева. Но сначала, коллеги, я напоминаю. Пишите, пожалуйста, смс. Плюс 7, 925, 4 восьмерки и 94,8. Я-то здесь опять недавно, а вы-то уже, наверное, выучили, что 94,8 это наша частота. Слава богу, не тактовая. Итак, смс 7, 925, 4 восьмерки, именно 4, не перепутайте, 94,8. Слава богу, не шестерки. Телеграм латинскими буквами, подчеркиваю, не русскими, латинскими, говорит MSKBot в одно единственное слово. И, наконец, твиттер, уже совсем все просто. Это собачка говорит MSK в одно слово. Ну, и звоните в прямой эфир. 8, 495, 73, 73, 94,8. Но я все-таки начну про Медведева. На самом деле, о реальной значимости фигуры Дмитрия Анатольевича Медведева в нашей политике свидетельствуют две вещи. С одной стороны, его пресс-конференция была разрекламирована всеми. Из каждого утюга кричали, что вот председатель правительства проведет пресс-конференцию. И когда председатель правительства ее провел, а так получилось, что я не смог ее смотреть все подряд, причем не из эстетических соображений, как обычно, не потому что это тяжело выдержать, а потому что, правда, я был вынужден заниматься работой. Я попытался найти полный текст этой пресс-конференции. Вы знаете, коллеги, ведущие российские медиа проигнорировали и полный текст пресс-конференции не дали. Они дали изложение, причем иногда предельно поверхностное, не потому что там пытались какие-то ляпы, скрытия, замазать, нет, а потому что просто было видно по тексту журналиста, что это неинтересно. Медведев проводит мероприятие в десятый раз. Но за две недели до путинской пресс-конференции понятно, что это разогрев публики. Это, во-первых, снятие первичных реакций, а, во-вторых, напоминание людям, что, ребята, сейчас будет настоящее событие. Это как выдвижение Ксении Анатольевны Собчак, чтобы напомнить людям, что будут президентские выборы, и, так сказать, начать интригу, чтобы путинское выдвижение прозвучало и было воспринято более-менее адекватно, как некоторое облегчение. Потому что, действительно, выбор между Собчак и Берковой – это серьезный, достаточно тяжелый выбор. Но, на самом деле, ведущие медиа напрасно не дали полный текст, потому что это было очень интересное и очень показательное выступление. Да, не спортивное, а показательное, но, тем не менее, это было интересно. Прежде всего, я очень рад за Дмитрия Анатольевича. В той стране, где он живет, все в целом отлично, все окей. Я понимаю, конечно, что меня Сиволапова в эту страну на ПМЖ не пустят. Но хотелось бы хоть голоском на нее взглянуть, хоть чуть-чуть понять, как же там на самом деле в его голове устроена жизнь. Ну, первое, что бросается в глаза – Дмитрий Анатольевич Медведев правда верит Росстату. Так и хочется сказать, такой большой Росстату веришь до сих пор. Я напомню, что макроэкономическая статистика Росстата, по моим ощущениям, не выражает ничего уже год, с ноября прошлого месяца. Да, я забыл вас поздравить с первым днем зимы, хотя, глядя в окно, так это сразу и не скажешь. Но, тем не менее, уже год она не выражает ничего. Люди, которые пытаются понять, откуда берется тот или иной показатель, либо разводят руками, либо начинают воздавать нецензурные звуки. Примеров тому было достаточно много. Если интересно, я могу это повторить, но просто я об этом говорил много раз. Вот. И товарищ Медведев, который всерьез говорит, что экономический рост будет 2%, на самом деле даже по официальным данным он будет 1,6-1,8, то есть около, но отнюдь не 2%. Вот он просто показывает, расписывается перед экономистами в том, что он не понимает, о чем он говорит. Он отрапортовал снижение инфляции. Да, действительно, инфляция по-честному снизилась. Можно считать по данным Росстата. Скажем, в 2013 году было почти 13%, 12,9%. В этом году ожидается 2,8%. Это снижение официальное в 4,6 раза. Можно считать по ощущениям людей. Да, я, извините, я сказал официальные цифры инфляции. Пожалуйста, не надо кидаться предметами в радиоприемник. Он не виноват. Это не я. И даже не он. Это официальная статистика. Но по данным населения, по данным социологических опросов, инфляция, которую ощущали люди, в 2013 году была 26%, по данным ЦОМО, в 2 раза выше официальной инфляции. А сейчас она, по данным ФОМО, 8,8%. То есть в 3 раза больше примерно официальной инфляции. Но все равно, даже с учетом этого, инфляция снизилась в 3 раза. Это хорошее достижение. И Медведев был бы прав, так сказать, если он гордился бы этим достижением, если бы он сказал хотя бы то, что говорит Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. А Эльвира Сахипзадовна Набиуллина честно говорит, что мы снижаем инфляцию методами, которые ведут к обеднению населения. Грубо говоря, устраиваем искусственный денежный голод. И если вы говорите, что у вас снизилась инфляция, и у нас снизилась инфляция, да, это хороший результат. Только скажите, что достигнут этот результат лекарствами, которые страшнее болезни. Потому что бедность, которая затяжная и которая увеличивается, это не просто невозможность купить себе, так сказать, ту вещь, которую ты хочешь. Это отсутствие перспектив. Это возникновение в обществе чувства безысходности. А когда в обществе возникает чувство безысходности, с ним можно делать все, что захочется, кому угодно. Это лозунг 91-го года. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ужасный конец сделали, но и ужас не кончился. Понимаете, это страшно не только с экономической, но и с политической точки зрения. Но господин Медведев, по-моему, в таких категориях не размышляет. И вторая вещь. Я честно скажу, она мне тоже в голову не пришла. Но я общался с бизнесменами, и бизнесмены сказали об этом все как один. Они сказали, ну хорошо, ребят, вы нам рассказываете, что у вас официальная инфляция 2,8%. А что у вас так кредит для бизнеса от 10 до 13%. Почему такой чудовищный разрыв процентной ставки? И даже если принять инфляцию реальную 8,8% по социологии, то все равно разрыв весьма и весьма ощутим. И вот эти показатели не сопоставляет, по-моему, никто. Ну, кроме Набиулиной, которая сказала, что во всем виновата население. Потому что мы с вами, оказывается, смеем не верить статистике, а верим тому, что мы видим в магазинах. И в силу этого мы разрушаем замечательные макроэкономические конструкции российских либералов. Но я подчеркиваю, что и население верит не в 2,8%. Но население верит в 8,8%. И процентная ставка сильно выше даже этой официальной инфляции. А товарищ Медведев продолжает молчать, как ни в чем не бывало. Ну и, конечно, товарищ Медведев вслед за товарищем Орешкиным, министром экономического развития, показал, что он не понимает, чем население отличается от его работающей части. Потому что он через запятую, сказал, у вас наблюдается рост реальных доходов и рост реальной заработной платы. Да, по официальным данным, если занизить инфляцию, у нас действительно рост реальной заработной платы на 3%. Только это, во-первых, с условием занижения реального роста цен. А вовт, да, потому что если вместо официальных 2,8% подставить 8,8%, которые мы с вами чувствуем, как нам рассказывают социологи официальные, это же не оппозиция, Фом, это официальная социология. Вот, если подставить, то получится снижение реальной заработной платы. Но нужно еще учитывать, что реальная заработная плата, эта заработная плата усредняется людей, которые в муниципальных поликлиниках работают за 8 тысяч рублей, в муниципальных детских садах, усредняется с зарплатами топ-менеджеров, которые эти 8 тысяч получают, может быть, за одну минуту. И это средняя температура по больнице, которая не выражает ничего. Но, тем не менее, тем не менее, товарищ Медведев не знает, что реальные доходы у нас, даже по официальным данным, даже с учетом топ-менеджеров, снижаются на протяжении всего этого года, за исключением января месяца. Понимаете, реальные доходы снижаются даже по официальной статистике. А председатель правительства об этом просто не подозревает. Большой привет российской демократии. Здесь дело не в его интеллекте, не в его ответственности, ни в его, так сказать, знаниях, ни в этом. Просто если председатель правительства неадекватен, и общество это терпит, или если общество не выносит председателя правительства, а государство не обращает на это внимания, то это наглядная демонстрация того, как выглядит сегодняшняя российская демократия, как она буксует, и каким чудовищным последствиям ведет ее, скажем, политкорректно, недостаток. Товарищ Медведев, он не сказал ничего плохого. Вот правда. Он все говорит только хорошее. Говорит, надо бороться с бедностью. Но о причинах бедности он не сказал ничего. И резкий контраст этого высказывания с китайцами. У китайцев цель позитивная. Они ни с кем бороться не хотят. Они хотят строить общество средней зажиточности и обеспечивать людям доход. Знаете, вот они не хотят бороться с чем-то плохим. Они хотят делать что-то хорошее. У Медведева логика негативная. Бороться с бедностью. Хорошо, хоть налог на бедных вводить не собирается. И за это ему большое человеческое спасибо. О причинах борьбы с бедностью ни одного слова. О том, что у нас работающая бедность, самая главная проблема, ни одного слова. О том, что говоря о проблеме бедности, он тем самым подводит итог своей собственной деятельности. Ни одного слова. У него вообще все выступления – это описание проблем. Он, по-моему, искренне не понимает, что те трудности, о которых он говорит, это его персональные провалы. Что он отвечает за социально-экономическую политику, за результаты в социально-экономической сфере. И когда он говорит, что вот надо, это на самом деле означает, что это он должен делать, потому что больше некому. Он этого, правда, по-моему, не понимает. А бороться с бедностью он собирается точечными методами. Он признает массовый характер бедности, но бороться собирается точечными методами. Отдельно с бедными, с одним ребенком. Отдельно с бедностью тех, у кого два ребенка. Отдельно с бедностью тех, у кого три ребенка. Отдельно с бедностью инвалидов. И так далее. Но невозможная системную проблему, а он говорил о слове системность, он молодец, он знает правильные слова. Но системную проблему невозможно решить точечными методами. И вот непонимание этого, это катастрофа. Это правда катастрофа. При том, что он, в общем, все правильные слова произносит. Он поддерживает инициативу Путина о стимулировании рождаемости. Это хорошая вещь. У нас начался демографический спад. У нас последствия 90-х годов ударили по демографии. Волна демографическая, негативная, дошла. Как обычно, демография это предельно инерционная сфера. Но никто ничего в нашем правительстве не планирует, не прогнозирует. Это оказалось неожиданностью. На этот год предполагалось, что в этом году естественный убыль населения составит 100 тысяч. Так вот, по итогам первых 10 месяцев, первых 9 из этих месяцев, уже, естественно, убыль 115 тысяч. У нас много заключается браков, но это такой забавный феномен. Люди опасаются жениться в високосном году. Демографы это знают и об этом говорят. 10-12% людей этого боится. Поэтому у нас всплеск браков именно в этом году после високосного. Но у нас резкое сокращение рождаемости. У нас на 170 тысяч человек родилось меньше в этом году, чем в прошлом. И это достаточно плохо. Это резкое снижение коэффициента рождаемости даже на 1 тысячу населения. И, естественно, додумались, что да, надо что-то делать с рождаемостью. И Путин озвучил, что да, давайте мы будем поддерживать не только второго ребенка, поддерживать первого. Давайте мы начнем выплачивать пособия, как это во всем мире делают. Знаете, ведь материнский капитал, его вводили с совершенно омерзительной формулировкой. Это предельно неэффективная система материнский капитал. Да, там действительно 3 миллиона человек за 10 лет родилось благодаря этому механизму. Но могло быть намного больше. Потому что он стимулирует только второго ребенка. И первые три месяца самые сложные. Он не стимулирует ничего. И его нельзя использовать на все нужды. Там нельзя купить детскую одежду. Даже лекарства нельзя купить. Он такой очень сложный. И говорили, что нельзя давать пособия о рождении ребенка, потому что матери все пропьют. Прямым текстом говорили. И за это чудовищное оскорбление не ответил никто. Ни один человек. Ну вот сейчас, когда возникла плохая ситуация, сразу об этом забыли, сразу перестали бояться. И наконец дошло, что будут давать хотя бы в размере прожиточного минимума. Это немного, но это отчетливо лучше, чем ничего. Большое вам за это спасибо. И материнский капитал продлились до 2021 года. Тоже большое за это спасибо. Но, тем не менее, это инициатива все-таки президента Путина. Это не инициатива президента Медведева. Мы продолжим. Уходим на паузу. А вы, пожалуйста, голосуйте. Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос. С вами Михаил Делягин. Те, кто считает, что правительство Дмитрия Анатольевича Медведева в силу по итогам его социально-экономической политики можно считать иностранным агентом, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-35. Те, кто считает, что правительство Медведева по итогам его политики нельзя считать иностранным агентом, пожалуйста, звоните 8-495-134-21-36. То есть те, кто считает, что можно 134-21-35, те, кто считает, что нельзя, 36. Значит, дорогие господа, товарищ Кеваркян, в частности, доктор, из Киева, судя по всему, товарища Путина нельзя считать иностранным агентом по двум причинам. Во-первых, Крым, уж вы меня извините, но большего действия против Запада, который разрушает все мировоззрение Запада, представить себе нельзя. Значит, чтобы понять ощущение иностранных элит от воссоединения России с Крымом, я приведу мой любимый образ с котлетой. Представьте себе, что вы 30 лет каждое утро встаете, ясный, ясный день, солнечный, или вы с похмелья, вы проснулись, бодро сделали зарядку, или вы опаздываете на работу. В общем, мир бывает совершенно разный вокруг вас, и вы бываете разный. Но 30 лет подряд, каждый день, каждое утро, вы встаете утром, открываете двери холодильника и берете котлету, и ее едите на завтрак. Котлета вам известна, она одна и та же, одинаковая, мир не меняется. И вдруг в один прекрасный день вы открываете холодильник, берете котлету, а котлета вам говорит, человеческим голосом, что, вы знаете, нам с вами нужно выстроить отношения, причем равноправные и на основе международного права. И котлета готова вести с вами переговоры о ее котлете в законных правах. И она даже готова сотрудничать с вами, но при непременном условии, чтобы это сотрудничество было равноправным и взаимовыгодным. Повторяю, это говорит вам не кошка и не таракан, это говорит вам котлета, которую вы едите и которая является неотъемлемым частью вашего организма за последние 30 лет. Вы без этой котлеты себя плохо будете чувствовать полдня для обеда. Вот это шок, который испытала западная элита. Агенты так себя не ведут, дорогие коллеги. И второе, против агентов санкций не вводят. Это самый простой такой ответ. Так, что вы пишете забавное. Так, на этот прожиточный минимум кота не прокормишь. Хорошо живут коты в Российской Федерации, я готов сказать. Если у нас 10% населения не живет на этот прожиточный минимум, а товарищи не могут прокормить на него кота. Ну, кота не кота, а вот вы, пожалуйста, если у вас есть деньги, не экспериментируйте. Я лет 10 назад, даже на самом деле больше, в 2005 году, я попробовал месяц пожить на прожиточный минимум. При том, что одежду мне покупать было не нужно, коммуналку я забыл включить в этот прожиточный минимум, и лекарства мне в то время были не нужны. Знаете, это очень опасно для здоровья. По-настоящему. Арбобнец пишет. Дмитрий Анатольевич Медведев все прекрасно понимает, просто он делает вид, что он самый умный. А дорогой товарищ Арбобнец, даже если Дмитрий Анатольевич все прекрасно понимает, то он делает вид отнюдь, что он не самый умный. Он скорее делает вид наоборот, если он все понимает. Дим Димыч пишет. 17 лет, одно и то же. Мы возмущаемся одним и тем же, это прыжки на месте. Уважаемый Дим Димыч, я завидую вашей памяти. А я помню это одно и то же. В течение 30 лет. Да? Да, просто я напоминаю, что пороки капитализма оставались неизменными на протяжении больше 300 лет, прежде чем ему пришел конец. Хотелось бы закончить с этими пороками быстрее. Может быть, если будет действительно попытка госпереворота, так сказать, после этих выборов, может быть, появится у нас какой-то шанс овладеть государством, подчинить государство народу и изменить историю. Великий Немой пишет. Мигранты перестали рожать. Это где ж, уважаемый коллега, и кто ж довел мигрантов до такой степени, что они перестали рожать? Что-то я пока в окрестностях Москвы не вижу этого. Что такое инфляция? Если грубо, то инфляция это рост цен. Когда вы каждый день, каждый месяц на одну и ту же сумму денег можете купить меньше. Вопрос стандартный. Мы выпускаем ОФЗ под 7-8% годовых, и эти же деньги даем в долг американцам под 2-3% годовых. Зачем? Ну как зачем? Чтобы покормить американцев. В этом весь смысл. С 2004 года, когда у нас появились избытки денег в бюджете, главный приоритет российского бюджета, помимо прямого вывода денег за границу, это так называемые процентные выплаты по газдолгу. Если посмотреть структуру расходов, то и в 2017 году это главный приоритет, максимальный рост. И в 2020 году. В 2020 году все статьи расходов сокращаются, и только процентные ставки по кредиту, процентные выплаты по газдолгу растут. Почему? По очень простой причине. Потому что это способ поддержания финансовых спекулянтов. Либералы служат не своему народу, они служат глобальному бизнесу, в первую очередь спекулянтам. В этом смысл современного либерализма. Поэтому они не развивают страну, а гробят ее. И, естественно, из денег российских налогоплательщиков, из наших с вами денег, они поддерживают этих самых спекулянтов. Давайте примем звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, это я в эфире? Здравствуйте, все живители. Диван на Москва. Вот Путин пришел к власти. Было семь олигархов, а сейчас их сотни по сообщениям СМИ. И если выполняют курс оттока всех наших богатств за рубеж, в том числе и утечку мозгов за рубеж, не беря денег за образование, то разве не видно, чей курс выполняется в Российской Федерации? Понятно. Проходило красной мыслью охрана прав собственности, а народу предоставлено право быть ответственным за самого себя. То есть народ еще раз должен платить за все. И еще можно второй вопрос задать? Инфляция один из инструментов ограбления населения. И, к примеру, по реальным показателям инфляции должны индексироваться зарплаты, пособия, пенсии, ну, как я понимаю, довольствие. И если инфляция реально занижена, то и индексация будет занижена. Вопрос. Кто-нибудь хоть приблизительно подсчитал за 26 лет капитализма через этот инфляционный инструмент насколько ограблены граждане Российской Федерации? Благодарю. Спасибо большое, Лидия Ивановна. Граждане Российской Федерации ограблены не на совсем, но очень сильно. Я напомню, что инфляция 1992 года 26 раз. Инфляция 1993 года 9,3 раз. Вот. Так что грабеж здесь был совершенно чудовищный. Чудовищный абсолютно. Страшный, страшный грабеж. Вот. А что касается того, что президент Путин за все отвечает, то на этот вопрос я уже ответил. Давайте еще звоночек прием. Пожалуйста, говорите в эфире. Алло. Здрасте. Добрый день, Михаил. А я вот хочу сказать, порадовать москвичей. Вот статистика. МОССТАТ выдал, да, на днях. Сообщили, что средняя зарплата москвича составляет 91 рубль 815, ой, 91 тысячи 815 рублей. Особенно порадовало, что в здравоохранении, в социальных услугах, да, и в образовании 68 765 рублей. Вот радуйтесь, особенно в регионах. Представляю, как они будут теперь еще ненавидеться. Да, спасибо большое. Вот вам фейки, да? Нет, Лариса, спасибо большое. Я понял, это не фейки. Это действительно реальная статистика. Просто средняя зарплата включает не только нашу с вами зарплату. Она включает еще зарплату товарища Собянина, его окружения и огромного количества топ-менеджеров корпораций, которые зарегистрированы в Москве. Члены Совета Директоров, Газпрома того же самого, Сбербанка, Роснана и так далее по длинному, длинному, длинному списку. Вот средняя зарплата, это средняя. Это берем миллиардеров, берем олигархов и сравниваем. Да, и Ларисий Иванович сразу должен добавить, что при Ельцине было не 7 олигархов, а больше, было просто было 7 олигархов, которые этим гордились, которые доплачивали по 50 долларов журналистам за каждое упоминание слова олигарх в статье. Было такое. И сейчас их все-таки не сотни, их тоже сильно меньше. Так что средняя зарплата, это средняя температура по больнице, это отражение чудовищного расслоения общества. И здравоохранение и социальные услуги совершенно верно, потому что ликвидирована система тарифная, советская, при которой зарплата директора была привязана к зарплате уборщицы, он не мог от нее слишком сильно отрываться. Сейчас в бюджетных учреждениях сплошь и рядом руководитель выплачивает себе из фонда оплаты труда берет по потребности, ближнему окружению раздает по потребности, а тем, кто работает, остается по остаточному принципу. И штука, которая реализована в науке, которая сейчас будет реализована и в остальных сферах тоже, это перевод людей на полставки. Работает доцент, получает 12 тысяч рублей. Ему говорят, знаете, дорогой товарищ, мы в два раза повышаем вашу ставку. Он говорит, как, я теперь буду получать 24 тысячи? Нет, ставка будет 24, а вы будете работать на полставки. И работают уже на некоторых позициях на одну десятую ставки. Не потому, что 10 человек сидят на одной должности, а потому, что ставку загнали таким образом. Это способ выполнения майских указов. Может быть, средняя зарплата считается и таким образом тоже. Давайте последний значок сейчас примем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Алло. Да. Добрый день. Здравствуйте. Василий. Да. Знаете, что самое страшное у нас? В России слышало страшное, что в администрации полица и попы сидят накледники великого барабанщика. Понимаете? Знаете, если честно, не понимаю, что за великий барабанщик. Это медицина. Смотрите, одну минутку. Можно сказать? Да, конечно. Медицина. Смотрите, что матушка уже правит. А в воздуме сами видите, что сидит этот самый. Понял. Спасибо большое. Спасибо большое. Если честно, я понял только слово медицина. Но в этом отношении я полностью соглашусь. Потому что один украинец сказал про Украину, не очень хороший человек, но он сказал правильно, правду сказал. У нас, говорит, не здравоохранение, у нас здравозахоронение. И мы при огромном финансировании медицины, в общем-то, идем в ту же самую сторону, отставая от Украины, но это очень слабое утешение. Давайте еще за ночь, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Поясните такой вот вопрос. Вот раньше говорили, советские долги невозможно вернуть, поэтому их списывали. А вот сейчас российских надавали, вот Киргизии, Венгрии сейчас грозит. Почему вы сейчас дали и без возврата будете? Спасибо большое. Вы знаете, советские долги, да, не всем странам можно было вернуть, но даже если долг безвозвратный, это влияние. Это способ влиять на эту страну. Ну, если вы хотите, чтобы она признала Крым, она вам много должна, она будет вынуждена признать. Если вы хотите, чтобы она позволила вам зарабатывать на своем внутреннем рынке, она будет вынуждена пустить вас на свой внутренний рынок. И вы будете получать деньги не мытьем, так катаньем. Понимаете? Влияние это то, что окупается. И то, что мы простили долгов на 151 миллиард долларов, это преступление, это чудовищно. Не потому, что мы потеряли эти деньги и страны больше ушло на порядок. Преступление, потому что мы потеряли влияние на половину мира, которое было нам по гробу жизни должно. То же самое и здесь, то же самое и сейчас, то же самое и с этим, черт, извините, пожалуйста, меня. Потому, что это, мы раздаем долги, мы раздаем деньги, мы поддерживаем тех, кого, в принципе, можно поддерживать. Вот Киргизия, чудовищный пример. Киргизский президент в речи прошлой, в речи на 9 мая наехал на российского писателя. Он специальный абзац речи посвятил оскорблением в адрес одного из российского писателя, что тот якобы занял антикиргызскую политику, позицию, который вообще про Киргизию ни сном, ни духом ничего не знал. Потом этот же президент оскорбил российский бизнес в тот редкий случай, когда российский бизнес был прав. Потому что киргизские власти изменили правила игры, российский бизнес сказал, ну извините, тогда мы этого делать не будем. И он оказался виноват. После этого киргизский президент получил нашу поддержку в ситуации с выборами. Мы его поддержали всецело. После чего он вел праздник, государственный праздник Киргизии, день восстания против России, против русских, когда русских резали целыми станицами. Господа, вы можете праздновать все, что вы хотите, но если вы занимаетесь русофобией, то ни на какую поддержку вы рассчитывать не можете. Любое нормальное государство ответило бы на эти визги и вопли просто введением визового режима к чертовой матери. И подыхайте, как хотите. И все ваши гастарбайтеры приедут к вам и покажут вам Кузькину мать. Потому что они хотят жить. А вы им способа жить не даете. Просто мы чудовищно добрые. Мы разбазариваем свое влияние. А после всего этого самого, уже следующий киргизский президент со своим парламентом, они отказались выполнять свои обязательства в рамках Евразийского союза. Видите ли, у них там какой-то конфликт с Казахстаном наметился. Мы их включили в Киргизский союз, извините, в Евразийский союз, мы их пустили на свой рынок, мы признали их водительские права, прости господи. И они таким образом хамят. Я не могу по-другому интерпретировать деятельность президента Киргизии. Ну, просто не могу. Очень хочется, но не могу по-другому. Про то, что Киргизию превратили в заповедник радикального исламизма, то, что идет чудовищная исламизация страны, на которую киргизские власти, так сказать, вполне одобряют, насколько я могу судить, а мы на это внимание не обращаем. Это отдельная тема. Еще одна тема. Но даже если вам не могут вернуть долг, нет проблем, а ребята, вы не можете вернуть долг, отдавайте натурой. Вот. Мы будем вас давить и прессовать. По-хорошему, естественно, не споря. Но все понимают, что если деньги я не могу вернуть, значит, я должен быть, по крайней мере, относительно лояльным. И когда российские власти от этого отказываются, возникает первое вопрос о коррупции. Если я просто так прощаю деньги, если я просто так выкидываю свое влияние, которое есть деньги, вопрос, сколько я за это получил, и каким образом, и от кого. И второе, это позиция, о которой мы проводим наше сегодняшнее голосование по-прежнему. Позиция заключается в том, что российские либералы не хотят, чтобы Россия имела какое бы то ни было влияние на что бы то ни было. Вот. В ФИАНе вы пишете, люди живут на зарплату одну шестнадцатую отставки. ФИАН – это флагманский институт нашей физики. Это одно из лучших научных организаций, которые у нас есть. Да, вот вы пишете, я уж не буду говорить, кто вопрос задает, а какая нам выгода от Крыма, кроме разорения русских регионов? Значит, помимо всего, что было на эту тему сказано про стратегию, про то, что это будет не база НАТО, про то, что мы не выдавлены из Черного моря и так далее, коллеги, вопрос не в выгоде. Мы позволили спастись от нацистского террора 2,3 миллионам человеку. Я не говорю про здравницу, я не говорю про бизнес. 2,3 миллиона человек спаслись от нацистского террора. Они сами спаслись, мы просто позволили им это сделать, они сами это сделали. Как вступал Крым в Россию, это отдельная тема, это очень стыдная для России тема, потому что мы отпихивали руками и ногами нашей бюрократии до последней возможности. Вот. Мы виноваты перед Донбассом, мы виноваты перед Луганском, мы виноваты перед украинским народом в целом, потому что мы отдали их под нацистский террор. Мы, не было у нас сил, чтобы освободить их от нацизма в 2014 году, на самом деле. Наши представления, наши армии, они были тогда немножко преувеличены. Но, но, второй вопрос, о том, что это связано с разорением русских регионов, извините, это неправда. На Крым деньги тратятся в очень небольшой степени. Это очень маленькие деньги в масштабах российского государства. Даже с учетом Крымского моста, даже с учетом всего воровства, которое мы можем себе вообразительно фантазировать, это очень маленькие деньги. В федеральном бюджете Российской Федерации на 1 ноября этого года валяется без движения 7,5 триллионов рублей. Сверхдоходы за первые 10 месяцев этого года, триллион с четвертью, я говорил в прошлую пятницу об этом. Если бы кто-то в правительстве Медведева озаботился бы состоянием российских регионов, вы уж мне извините, одной десятой части этих денег хватило бы на решение всех проблем и далеко не только русских, и далеко даже не только российских регионов. Еще и Абхазию можно было бы построить, отстроить с Южной Осетии. Было бы желание. Коллеги, я завершаю голосование, потому что я хочу сказать по его итогам. 96% участников голосования считает, что правительство Медведева должно получить отчетный статус иностранного агента. Ну, почетный, наверное, для российских либералов, потому что, ну, как для меня, это такой же статус для них, наверное, для либералов, как для меня, был бы недопуск в ту или иную оккупированную либералами страну. Такой знак награды. И 4% считает, что правительство Медведева нельзя считать иностранным агентом. Правда, к сожалению, я не стал уточнять варианты, по каким причинам, но, тем не менее, это достаточно четко. Возможно, именно по этой причине товарищ Медведев, хоть и рассказал нам о том, что ему очень нравится вся работа, которой он занимается, он сказал, что в этом политическом сезоне он не собирается идти в президенты. Ну, скорее всего, он собирается идти в президенты через 6 лет, в 2024 году. Надежды юношей питают, и не только юношей. Но понятно, что он расчищает дорогу не Ксении Анатольевне Собчаку. Тем более, что товарищ Навальный вылетел из президентской гонки. Я не раз говорил, что это совместное предприятие России и, так сказать, Запада, товарищ Навальный, при всех своих достоинствах возможных. Вот. Но здесь, ну, и понятно, что совместный бизнес, который строится 50 на 50, ведет обязательно к конфликту. Но в данном случае Россия и Запад по поводу Навального, они все-таки, судя по всему, пришли к консенсусу. С одной стороны, российский конституционный суд подтвердил свое решение 2013 года о том, что люди с неснятой судимостью не могут быть допущены к выборам. На самом деле, здесь есть, была коллизия между конституцией и законом. И, в принципе, можно было юридически именно конституционному суду допустить его к выборам, но он принял другое решение. И одновременно с этим ЕСПЧ послал его далеко, тот самый ЕСПЧ, который рассматривал его решение вне всякой очереди, в авральных темпах, просто практически немедленно, только не ночью не рассматривал его решение, а сейчас он сказал, что нет. Была возможность для него участвовать в выборах, пойти на более ранний, чем предполагалось пересмотр его дела, и тогда, если бы сняли судимость, он мог бы участвовать в этих выборах, но товарищ Навального послал не российский суд, его послал ЕСПЧ, который сказал, что мы не будем рассматривать ваши обращения, по крайней мере, в приемлемые для вас сроки. И это достаточно серьезно, это некоторые изменения конфигурации, ну, у нас от либералов пойдет много народу, уже заявился Титов, может быть, пойдет действительно по-честному Собчак, может быть, пойдет Кудрин, но поразительная вещь, все, кто говорят о либеральном клане нашего политического спектра, они все забыли про Явлинского, они все забыли, как будто его нет. Знаете, как Черчилль сказал, подошло пустое такси, из-за него вышел Этли, это с фразой вдвойне смешна, потому что Черчилль проиграл выбор этому самому пустому месту Этли, но Явлинский здесь не победит. Понимаете, это большая трагедия, что самая старая демократическая партия, а демократы должны быть, и либералы должны быть кем-то представлены, люди, которые считают, что мы должны отдать Крым, покаяться и покончить с собой, общество не замечает его вообще. И даже наблюдатели, которые там переживали все кости всем либералам, они в принципе забыли про Явлинского, как будто его нет. Ну и теперь последняя новость, и она хорошая. Товарищ Медведев допустил возможность введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Допустил очень по-медведевски. Он сначала сказал, что плоская шкала подоходного налога себя показала очень хорошо, поэтому она будет оставаться всегда. Он произнес все чудесные, все правильные, все гениальные мантры, какие положено говорить либеральному клану, представителю либерального клана, а потом он сказал, да, но конечно при всем этом надо рассмотреть возможность, что если человек совсем бедный, то наверное не стоит сделать так, чтобы он платил подоходный налог. Ну а еще с одной стороны, а если человек богатый и может заплатить немножко побольше, то наверное он же может заплатить немножко побольше. Ну извините, я не цитирую дословно, я передаю как это было. То есть понимаете, человек даже по-моему не воспринимает противоречивости своей позиции. С одной стороны говорит, что плоская шкала это хорошо и она останется, но с другой стороны можно сделать так, чтобы бедные подоходы налог не платили, а богатые платили чуть побольше. Дорогие коллеги, это и есть прогрессивная шкала подоходного налога. И то, что здравый смысл стучится даже в самые потрясающие, самые феерические головы, это хорошая, правильная новость. Поэтому от выступления товарища Медведева, несмотря на его обычный уровень, у меня остается все-таки хорошее ощущение. Даже в рамках этого либерального дискурса, как это говорят, либеральной идеологии, появляются проблески здравого смысла. Проблем две. Во-первых, до того, как эти проблески здравого смысла начнут реализовываться в политике, доживут не все из нас. И во-вторых, если моя гипотеза о том, что наши заклятые партнеры действительно планируют попытку государственного переворота на период после президентских выборов, а социально-экономическая политика такова, что действительно нужно быть агентом нашей разведки, чтобы это не запланировать. И если этой попытки не будет, то я соглашусь с тем, что Трамп это действительно агент КГБ и может быть даже агент ФСБ, я соглашусь с этим. И если эта попытка может не быть успешной, но она может нас развалить, она потерпит поражение, но сорвемся мы по итогам в смуту или народ сможет овладеть государством, вот это выбор, который перед нами стоит, это большая неопределенность, это то, к чему мы должны готовиться. Спасибо.